В этой консерватории, где обычно готовят мастеров игры на разных инструментах, впервые звучат аяты священного Корана. 10 февраля в здании Саратовской консерватории мусульман и хафизов из разных регионов объединил третий всероссийский конкурс чецов Корана среди девушек имени Эдуарда Хаджиганеева. При жизни и по сей день он считается известным благотворителем, предпринимателем и общественным деятелем. Для тысяч мусульман России он стал олицетворением душевной щедрости, необыкновенной доброты и отзывчивости. Сегодня семья Ганеевых продолжает его дело. Сегодняшнее событие, безусловно, несёт прежде всего духовную нагрузку, потому что Коран является сердцем нашей религии. Без Корана нет ислама. Муфти выразил благодарность семье Ганеевых и руководителю коранического центра Зейд бен Саббит Ильясу Хазрату Ильясову. Также слова благодарности прозвучали в адрес ректора Саратовской консерватории, где проходил всероссийский конкурс Корана. Благодаря такому конкурсу будет изучать замечательную древнюю культуру, именно восточную культуру мусульманскую. Я узнал очень много о коранистике, потому что это действительно очень ценно. То, что книга, божественная книга, несёт свет истины и просвещает людей, она ещё читается в таком очень невероятно богатом колористическом плане. И это, конечно, даёт определённый эффект. Это настраивает на определённое состояние молитвенное. И, конечно же, это является очень ценным сегодня для нас. В праздничный день собравшихся поприветствовали представители областного правительства и городской власти. Приветствие от главы Дум РФ Шейха Равиля Гайнуддина в адрес гостей и конкурсантов передал представитель Дум РФ в Рыволжском федеральном округе Мунир Хазрат Биюсов. Я возношу мольбу Всевышнему Аллаху за душу Эдуарда Хаджи Ганиева, по чьим именем уже на протяжении нескольких лет проходят такие важные богоугодные дела. В этот раз конкурс Корана был особенным. На нём выступали представительницы прекрасного пола. Хранительницы книги Аллаха из разных регионов России поочерёдно выходили на сцену и декламировали коранические аяты. Девушки соревновались в двух номинациях. Хивз, то есть чтение наизусть всего текста Корана, и 10 джузов. Чтение конкурсантов оценивало жюри. В него вошли советник муфти Чеченской республики по делам священного Корана Саид Хусейн Саид Ибрахими, преподаватель коранического центра Зейд бен Сабид Абдул-Азиз Тугушев и хафиз Корана муфти Дум Пензенской области Ислам Хазрат Дашкин. Председатель жюри отметил важность таких конкурсов в нашей стране. Отрадно, что такие конкурсы вообще проводятся у нас в России, именно для девушек наших замечательных, красивых. Это очень впечатляет, потому что немногие конкурсы могут терпеть вот такую вот стабильность. Очень отрадно то, что Духовный управленный мусульман Саратовской области проводит такие мероприятия, вот собираются чтецы Корана из разных уголков России, в таком вот дружеском атмосфере, обстановке. Это очень вообще нас вдохновляет. Во время перерыва был показан документальный фильм о жизни Эдуарда Хаджи Ганеева. Затем наступила самая волнительная и радостная часть для зрителей – розыгрыш путевки в Умру. В этот раз счастливой обладательницей поездки в Малый Хач стала жительница Саратова Наргиза Баймуканова. К концу мероприятия были подведены итоги и определены победительницы. В номинации «ХИФС» победу одержала Хадиджа Маликова из Республики Татарстан. Второе и третье место взяли Шаира Ашурова и Фатима Абидова. Победительницей в номинации «10 джузов» стала Сальсабиль Ханафиева из Татарстана. Второе место у Ханны Яракской. А обладательницей третьего места стала Фатима Раупова. Все участницы конкурса были поощрены грамотами и памятными призами. Победительница поделилась своими эмоциями и дала совет изучающим книгу Аллаха. Учите Коран с переводом, обязательно читайте это в сир и никогда не забрасывайте это делать. Даже если вы учите по одному яду в день, по одной строчке в день, никогда не забрасывайте, потому что вы сами не заметите, как вы дойдете до больших сурожей. И путь Корана – это путь Аллаха. И если вы учите Коран, значит, Аллах вас любит, иншаллах. И никогда не забрасывайте Коран. Живите по Корану и будьте всегда с ним. Также были отмечены члены жюри Всероссийского конкурса имени Эдуарда Хаджиганеева. В завершении мероприятия была выражена благодарность организаторам праздника Корана, который уже скоро вновь соберет вместе хранителей книги Аллаха.